Салам алейкум всем. Доброго времени суток. Чуть-чуть у меня времени есть. Сейчас я в аэропорт поеду. Решу будет немножко пообщаться. Но начну с того, что мне уже третий человек пишет, что ты не реагируешь, нам евреев ругают. Кто-то из наших. Вы знаете, ребята, у меня нет времени реагировать и все ролики смотреть. Тем более сейчас я с поездки. Приехал миллион дел. Уже мне и дети говорят, что с этим ютубом я и внукам мало времени уделяю. Действительно. Я немножко хочу от семейных традиций не отходить, потому что и дед, и прадед нас таковыми воспитывали. Дети требуют внимания, надо это уделять. Это внимание должное. Как бы им самим тоже приятно с дедом общаться. Они вот тянутся и жалуются родителям, что вот дед нам внимания не уделяет. Поэтому, ребята, загружен бываю, когда дома. Хотелось бы сказать, знаете что, ребята, кто бы он ни был, человек, который оскорбляет весь народ еврейский, непорядочный человек. Даже, я скажу, негодяй. Нет, не всего того, что у меня там бабушка еврейка. Нет, я просто человек объективный. Я человек справедливый. Так мне кажется, по крайней мере, как можно огульно весь народ оскорбить. Обратите внимание, я даже всех армян, хоть и враги мои, всех армян не ругаю. Почему? Потому что среди них есть адекватные люди, нормальные люди. Да, вот я обещал, да я в эти, в одноклассники, наверное, сегодня люди я еще не видел. По всей вероятности, завтра я буду занят выгрузкой. Сегодня воскресенье. Ну и думаю, что денька, два, три у меня времени будет. Мы с ним, наверное, оформим это дело, как там в одноклассники-то заходят. Я не знаю, мы зарегистируемся. Да, вот это я хотел сказать, безобразие, как говорит Геннаде Жиде. Да. Евреи миру много что дали. Много. От единобожия до воскресного дня, это всем известно. Я еще раз говорю, евреи нам не враги. Надо немножко мозги иметь. Да, я как-то говорил, я же говорю, я объективный человек. Мне без разницы, я правду всегда говорю. Когда говорят, что вот мусульмане в чем-то виноваты перед евреями, я поражаюсь. Я об этом говорил, я еще раз повторюсь, это не надо мне это на вид ставить, мол, ты тоже говорил. С такими аргументами весь Ближний Восток будет спорной территории скоро. Мы никого, мы мусульмане, никого из-за уйдеи не изгнали. Изгнали их имени. А почему-то расплачиваться за эту несправедливость приходится по сей день арабам. А ссылаться на Библию это нечто. Тем более, сами евреи десятилетиями, столетиями искали научно-археологические подтверждения библейских событий. Не нашли. Во всяком случае, такая информация и есть. И там, прости меня, Господи, отставь его, и с Иисусом Христом, и с его биографией там не все известно. И тот отрезок времени, который он отсутствовал, никто не может сказать, где он был. Все это предположения. Все сильно запутано. И плюс Библию несколько раз переписывали, делали поправки. Особенно этим сильно занимался Ватикан. Не только Библию, они много что переписали. Я как-то в одном из роликов говорил, да я Бахрама Багирзаде лично не знал до того времени, пока с ним меня не познакомил Фазиль наш братишка. Совершенно случайно мы в Чайхане сидели, и он был, это зимний сад у нас вот есть, Чайхана, семейный. И он пришел туда, с кем-то общался, увидел Фазиля, воздух помахал, то есть воздушный салам алейкум, а потом подошел. И вот он с нами посидел, чаю попил, и меня с ним познакомили тоже лично. В Москве прошла вот недавно ежегодная книжная ярмарка. Ну, как обычно на азербайджанском стенде можно было увидеть много сказочных персонажей в книгах-сказках про Баку, про Азербайджан. Там много было политической литературы, много было исторической литературы. Там множество было литературы про западный Азербайджан и риванское ханство, про древний Азербайджан. Но это армянам не понравилось, они начали там высказываться, я читал вот недавно, что это про нафтолининые выдумки Азербайджана. Гид Прома, вот интересно мне, да когда вам факты по башке дают, вы сразу говорите, а, а нафтолин, не знаю что. А то, что вы в истории столько лет копаетесь, не одно столетие, и нигде ничего не можете найти. Ни одного базисного аргумента нету, чтобы сказать, вот это здание мы построили, об этом наши ребята говорили. Либо сказать, что, вы знаете, вот древние монеты эти, вот Тигран, всего этого нету. Ну, я бы хотел внимания всех сосредоточить на книге. Такая красочная книжка, Шуша для детей. Это вот знакомого нашего книжка, автором Бахрам Багизаде. Багизаде, ну, вы все знаете, он, во-первых, хороший спортсмен, телеведущий, шоумен, актер. Он многолетний член команды КВМ, парни с Баку. Снялся во многих фильмах он. И играл в спектаклях. Он журналы издает, каталоги по Баку, или каталоги, как правильно, по-моему, каталоги. Ну, вот книжечку он выпустил, Шуша для детей. Красочная книга. И армяне говорят, что она ядовито лжива. Почему? Потому что на каждой странице можно прочитать про шушинских азербайджанских ханов, про азербайджанские памятники, про азербайджанский первый водопровод и все остальное. Они сейчас приписывают основание города Шуши армянам. Это, я не знаю, нонсенс какой-то. Шуша – это древний азербайджанский город. Да, армяне вот сейчас, сегодня сделали из него город-призвык. Там никто не живет практически из-за страха. Но если и живут, то там нет детского смеха. Там какой-то, не знаю, город, не тот, который был. Да, снесли они памятники на Атаван, хана Мишушинский, дом музея Рашида Бейбутова, Бюль-Бюля. Там много что они снесли. Вандалы, да, вот это лишний раз доказалось, что они вандалы. И при этом им не нравится, что мы книги выпускаем с историческими фактами. Они говорят, что некоторые моменты противоречат там азербайджанской наукой, там отрицаются. Где они? Покажите мне такой факт один. Современная азербайджанская наука как раз-таки располагает теми фактами, которые использовал в своих материалах уважаемый Бахрам Багирзаде. И когда вы не хотите признавать, что Канах Алибек Джованшир родился в знатной карабахской семье, мне становится смешно. Говорят, до племен Джованширов, которых переселили в пределы армянского Арцаха, сын степей Персидского, Азербайджана не имел с землей Карабаха вообще ничего общего. Ну и так далее, в таком духе ересь пишут. Я поражаюсь армянам. Вы знаете, это уже доказанный факт, который имеет место быть, что именно азербайджанский сын был, сын азербайджанского народа был. Ясно, и Армения этот, Армен Гёдпром, делает свое дело. И в данном случае пудрит мозги своим армянским детям в школе. То, что мы видим, это, не знаю, да, притит, наверное, нормальному человеку, нормальному отцу, нормальному деду, вообще нормальному человеку, так образно скажем. То, что они сегодня популяризируют. В одной школе флаг жгут, они сразу показывают по всем средствам СМИ, гордятся этим. Дети флаг жгут. Дети жгут флаг Азербайджана, флаг России, флаг Казахстана. Кого вы воспитываете? Кем скоро ваши дети будут, когда вырастут? Вот это для меня непонятно. Сейчас я вот разговаривал с братишкой с Москвой, с Биланом. Он говорит, я смотрю музыку, да, Хана Мишушинский. Я говорю, что слушаешь? Он говорит, Хана Мишушинского. Я, говорит, с него кайфую. Вы знаете, у меня, когда настроение не совсем хорошее, я хочу его поправить, я начинаю Ханами слушать. То есть, имеется граммофонная пластинка. Ее выпустили в 1917 году. Она, кстати, у нас в Азербайджане, в музее радио. Ну, там видно, да, по ней, что это написанное, изданное издание. Еще такая буква, как мягкий знак есть на ней. Ну, год стоит, 17-й год. И вот она у Бахрама в книге присутствует. По-моему, на 20-й странице. Он написал книгу, которую посвятил культурной жизни Шуши. Естественно, исключительно азербайджанской Шуши. А в Шуши это колыбель была, и Хана Нендельерцхеборда. В Шуши больше такого, наверное, места нет, как Карабах, как Шуши, откуда столько Хана Ненделья вышли, столько музыкантов вышли. В Шуши, именно в Шуши, музыканты доводили до совершенства Карабахскую школу Мугама. До сих пор существует и есть именно Карабахская школа Мугама. Благодаря этому Шушинцы, а вслед за ними и вся Зербайджанцы, с гордостью до сих пор называют Шушу Короной Карабаха, колыбелью Мугама. Да. Кстати, на этой пластинке имеются надписи на английском, русском и на фарзе. Вот такие дела. Она по-русски называется Карабахщик Астаси. Ну, наверное, переведем так, как напевок Карабаха. Шушаста означает один из видов традиционной азербайджанской музыки. Мугам, раст, тесниф, шур. Это все разные вещи. Человек, который не разбирается в музыке, я так думаю, что не поймет, о чем я говорю. То есть там такие моменты есть интересные, да. Сейчас что об этом говорить? Я тоже не музыкант. Сильно так, сильно не могу об этом распространенно, обширно говорить и объяснять. Почему? Потому что у меня нет музыкального образования. Я ноты, моты не знаю. А то, что я на гитаре когда-то играл, самоучка был. И вот сейчас, я недавно рассказывал, да. Я взял гитару на аферы. Ну, уже все, пальцы не ищут, как прежде сами не находят. Надо тренироваться, ребята. А в свое время я хорошо с переборами на гитаре играл. Но я уже сколько лет, лет 20, на гитару 25 в руки не беру. И когда мне говорят, что Мугаму украли, у армян Мугаму не было. А вот они у нас его украли. От нас Мугам ушел на Ближний Восток, Малую Азию. Мугаму стали пользоваться узбеки, туркмены. Здесь, на этой пластинке, по-моему, она в Тифлисе, если я не ошибаюсь, была сделана. А исполнителем был Джабар Гарьяхдеев. Гарьяхдеев, то есть, переведите, да, сами, да. Ну, видно, что это Гарьяхдеев, это наше, да, все. В тот период, когда эту пластинку выпускали и в Англии, ее небольшим тиражом выпустили во Франции. И, насколько я знаю, еще и в России. И вот на одном из этих, по-моему, на английской версии, мелко очень написано, я не отрицаю это, армяне это заметили, я не отрицаю это. «Персия молесонт», то есть персидское мужское пение. Может быть, я не так читаю, не с тем пронусом, но смысл остается прежним. То есть, для... В свое время нас называли татарами даже грузины. И русские хазарами называли, татарами называли. И до сих пор многие нас татарами зовут. Почему? Потому что... Ну, недостаточно, наверное, грамоты обладали эти народы. Или им выгодно было так, не знаю я. Но факт остается фактом, что именно англичане называли нас персами. Почему? Потому что мы, ну, во-первых, соседствуем с Ираном. А во-вторых, там большая часть Ирана, сегодняшнего Ирана, была азербайджанской территорией. Это все прекрасно знают. Извините. И, пардон, и то, что сегодня там более 40 миллионов азербайджанцев, говорит само за себя. То есть, это наша территория была. Да, в ходе войн каких-то там, я не знаю, передряг. Эта земля, как и многое, отошла. Что? Часть ушла в Дагестан, осталась там. Дербент был нашим, это все прекрасно знают. Да, Дербент, да, Миргапы. Ну, на территории Грузии наша земля есть. Но это все было очень давно. А вот события сегодняшних дней, то, что наша земля 20% оккупирована и находится под копытом негодяев, дашнаков, это уже другая тема. И когда вот армяне на весь мир вопят, что Низами Генджави Перс, Физули Перс, Каджары Персы, и якобы мечети в Шуше все пересидские, и есть их архитектор Сяфихан Перс. Я смеюсь, ребята, мне нечего сказать. Безграмотности, тупоголовости, не знаю, как выразить свои мысли. Наконец, они, как аргумент, приводят сей факт, который не имеет места быть, что в Шуше реставрируют Персидскую мечеть сегодня иранцы. Иранцы, которых вы называете персами, вот именно иранские азербайджанцы реставрируют эту церковь, которую вам было не под силу восстановить. А вы за это им разрешили нашу мечеть реставрировать, которую вы разорили, которую вы все изломали. Как всегда, вы только вандалы можете разрушать. Вы разрушители, вы не создатели. Вы не создатели. И когда вот армянские эти некоторые идиоты говорят, что ни о каком Азербайджане до революции речи не было, нигде не говорилось, и про Шушу тоже. Я не знаю, я хочу сказать, а идиоты, возьми, англопедию не читайте, читайте Википедию. А вы ищите, да, библиотеки есть. Я не знаю, как еще вам объяснить. Много информации про это есть. Но если вы не знаете, не знаю. Если вы не интересуетесь. А так просто огульно лепите и лепите, что попало. Просто мне иногда охота задать вопрос тем, кто вот этим занимается, да, желая якобы уличить Азербайджан в чем-то или еще что-то. А где же ваша земля, армяне? Вы же на весь мир кричите, что от моря до моря было ваше. Где эта карта? В каких трудах великих, древних историков, я не знаю, географов упоминается Армения? Где? Говорит, Брукгаус и Ефрон ничего про Азербайджан не сказал. Смешно мне с вами, ребята, и неинтересно становится. Когда человек тупой, с ним тяжело общаться. И вот интересно, что Армения в последнее время всячески пытается где-то найти коридор, пробиться куда-то. Армения сегодня пытается обойти Азербайджан по железной дороге. Ну и тут еще один провал их ожидал. Зачем России дорога Иран-Армения? Для коммуникации с Ираном у нее есть беспроблемная магистраль, которая идет через Азербайджан, которая проходит по географически удобной местности и открыта для сообщения весь год. Понимаете? И вот дата 1 октября ожидается в Армении с тревогой и волнением. Интрига не только в том, приедет в Ереван Владимир Путин или нет. На саммит ЕАЭ в качестве приглашенного гостя ждут главу Ирана Хасана Раухани. Армению уже давно предлагают до себя соседям. Она везде же стелится, кого-то стелит по региону в роли моста между Ираном и пространством ЕС. Говорит, я там лягу. Говорит, Армения, А Ереван сегодня совершенно не смущает тот факт, хотя бы тень смущения была, нет уже, что Армения не имеет непосредственно границ с евразийским интеграционным пространством, что отделенная от него Грузия с Азербайджаном, отчего ее роль в качестве моста становится очень проблематичной. Осуществление функции связующего звена через эти страны по известным причинам исключено. Без урегулирования сегодняшней ситуации в Карабахе, без урегулирования Карабахского конфликта Азербайджан не откроет границы для армянского транзита. За это я отвечаю однозначно. А если кто-нибудь даже заикнется об этом, его ждет нехорошее. Перспективы нету на будущее. Я думаю, что заплюет его, он утонет в Харкотине. То есть Грузия же для обеспечения транзитного комфорта Армении, наверное, придется поступить со своим суверенитетом, так как ведущая в Россию и далее железная дорога проходит по территориям этой страны, которые аннексированы. Кем? Ага. И кто участвовал во всех этих событиях? Опять же армяне. Убийцы армяне. Когда я говорю именно о железной дороге, я говорю не случайно, ребята. Дело в том, что пора понять, что в Армении ожидают реанимации вот этой темы строительства железной дороги Иран-Армении. Но они ее не получат. У них там один армян есть ирановед Вардан Восканян. Такую переполоху строил он в армянских СМИ, когда заявил, что Иран актуализировал вопрос железной дороги Иран-Армении. Он при этом ссылается на иранского коллегу, который считает необходимым создать рабочую группу Армения-Иран-Китай. Кроме того, президент Ирана на днях заявил о необходимости расширения региональных инфраструктур. И эти слова Роохани армянский эксперт рассматривает как намек на армяно-иранскую железную дорогу. Всегда говорят, я не хочу ругаться, хотел одну присказку сказать дедовскую, ну скажу культурно, проститутка всегда не видя, думает, что вот у этого мужика больше. Мечтает, да, все больше и больше ищет. Вот сегодня Армения так. Как в руки возьмут они, не поймут, пока не станет. Тогда уже говорят маленький или большой. Ну азербайджанский большой это обрез для вас. Вот не хотел эту тему трогать, так хотел культурно пообщаться. Не могу, да я хулиган, поэтому про меня газеты не говорят. Он парит Байрамов говорит журнал, про него говорит газета. Красавчик. Молодец. По мнению вот того же ирониста, анониста, эффективность этих обсуждений, скажем так, во многом зависит от той серьезности и той последовательности Армении, а также вовлеченности в него управляющей армянскими железными дорогами России. Шепотом скажу, России, все сводится к России, вы уже все продали, что можно было, вы фактически стоите как приживалки на балансе России, вы все продали, все по бумагам вы, знаете, по доверности наживаете. да, то есть, вероятно, вот этот Восконян считает, что, наверное, что вполне достаточно для того, чтобы вывести Армению из изоляции, в которой она оказалась по причине своей агрессорской, негодяйской, шовинистической, фашистской политики и неспособности уживаться с соседями, пока вы не образумитесь, не начнете мирно жить с соседями, не кидаться туда-сюда, не кусаться в сторону Грузии, в сторону Турции, Азербайджана и той же России, вы нормально жить не будете. Армянская страна, да, рассчитывает, наверное, я так думаю, что, даже уверен, что Тегерам постарается выбить у китайцев инвестий. Герля, тутунгерсин. Свой затылок, когда вы увидите без зеркала, тогда увидите вот это. Нет, китайцы Лахида. В свое время в Армении с оптимизмом рассматривали Китайскую Народную Республику в качестве инвестора проекта. Склонить китайцев к вложению капиталов в нужный им проект безуспешно пытались и прежние власти Армении. Мы это знаем, это видели, читали. А вот у нового премьера Николая этого рюкзакяна. Таких возможностей пока не было. На прошедшей весной в Пекине саммит «Один пояс, один путь» армянского премьера за человека не посчитали, не пригласили. Почему, потому что издревле никакой шелковый путь в Армении был. Вообще Армению не касался этот шелковый путь. Касался в плане того, что Анаитка бордели построила в церкви публичные дома. Да, вот все единственных касаний. Но ради справедливости отметим, что правительство Пашиана не включило дорогу Иран-Армении в число своих прожектов. Наверное, слишком было ясно, что в обозримом будущем осуществление такого дорогостоящего проекта просто невозможно. У Армении нет 3-4 миллиарда долларов. Армения голодная страна бесполезных ископаемых. Вода у них и тоже к питью непригодна без фильтрации. Понимаете, это страна железяка, планеты, на которой жизни практически для человека нет. Вот и бегут, бегут толпами, причем бегут не оглядываясь, только на билет деньги нашел, он чухает. Молодые бегут от армии, не хотят умирать на оккупированной земле. Они знают, что это не их земля. Причем эта сумма рассчитана 10 лет назад. Сегодня она, наверное, будет уже 6-7 миллионов, миллиардов, то есть. И сегодня после мирового экономического кризиса она требует пересчета, она возрастет намного, насколько я так понимаю. В прошлом году это были обсуждения по этому поводу, госбюджетная, госбюджет, парламент. Сами в парламенте они заявили, что на данный момент строительства железной дороги, вот именно Армения, Иран, она экономически просто невыгодна для Армении. Проведенные расчеты показали, что такие большие инвестиции не могут обеспечить доходы, способные покрыть расходы. А лапопу надо иметь, и железную дорогу содержать. Видите, Азербайджан? Все выходы и ходы имеют. Иран же вкладываться в армянский участок пути не намерен, потому что на его долю приходится лишь 30 километров из 300-километров и магистрали. На хрена это Ирану надо? Вот сейчас новый мост строит, да, на СТК, на границе, пешеходный переход, все дела, супер. Но это строит Россия и Азербайджан, потому что часть проекта попадает на нашу территорию, часть на ихнюю. И это ведь не только железнодорожное полотно, отнюдь, но также 64 моста общей длиной в 19,5 километров, в 60 тоннелей протяженностью 103 километра и 27 станций. Это все непросто, это глобально необхватимые для Армении проблемы. Россия тоже не проявила интереса, чтобы профинансировать армянский проект. Копейки деньги не дала. Как армяне говорят, ни один копейк не дали. Российские железные дороги уже несколько лет назад устами бывшего главы компании Владимира Якунь заявили, что армянская иранская железная дорога является стеной, которая ведет никуда. То есть это бабки выкинутые в воздух. И это правда. Действительно, давайте подумаем, зачем России дорога Иран-Армении. Для коммуникации с Ираном есть беспроблемная магистраль, которая идет через нас, через Азербайджан, я повторюсь. Этот коридор гораздо удобнее и выгоднее армянского. Так как проходит везде удобно, географическое место хорошее, открыт, для сообщений круглый год, при любой погоде. К тому же, в отличие от Армении, в Азербайджане имеется развитая на сегодняшний и буднейшний день прекрасная железнодорожная инфраструктура. А также имеем бабки, баба, мани, мани, на ее модернизацию, на содержание. В Армении же надо все строить заново, потому что там ничего нет. Я как говорил, планета железяка для жизни непригодна. И вот аргумент относительно выхода армянского проекта к Черному морю тоже не может быть реализован, я так думаю, или иметь какой-то особый вес, потому что существует коридор, шепотом скажу, чтобы армяне не слышали. Баку КАРС, который сейчас расширяется и разветвляется, в том числе и с участием иранской стороны. Иран не испытывает острой нужды в транспортировке своих грузов в Европу через Армению тем более. Понимаете? И вот в необозримом будущем такой перспективы нет, потому что уже может сделать это через Турцию или Азербайджан. Зачем ему выход на Европу через Армению? Пока Армения воображает свой север-юг, в Азербайджане осуществляют практическую работу. В настоящее время что делается, ребята? Продолжается строительство железной дороги Казвинрэшт Астара-Иран. Астара-Азербайджан. Это является основным компонентом международного транспортного коридора север-юг. Участок дороги Казвинрэшт, по-русски пишут Казвинрэшт, я говорю, как оно, если это наши города азербайджанские, Казвинрэшт, уже сдали в эксплуатацию, а работы на Рэшт-Астара продолжаются, строительство дороги Рэшт-Астара будет совершено? Да, извините, телефонный разговор меня прервал. То есть, если строительство дороги Рэшт-Астара будет завершено в ближайшие два года, и железнодорожные системы Ирана и Азербайджана будут объединены, что станет совершающим, да, вот это точкоставящим, скажем так, аккордом создания коридора, открывающего большие возможности сраном региона вплоть до Пересидского залива. Что же касается Китая, то тут вопрос, а зачем встает еще более остро? Зачем Китаю Иран-Армянская железнодорога? Нахрена Казебайан все равно пропьет его чертям? Готовится к реализации грандиозный проект экономического пояса с шелкового пути. По коридору Баку-Тбилиси и Карс в Европу уже идут грузы, давно идут грузы из Китая. Для чего ему вкладываться в ненужный ему проект? У Пекина хорошее отношение с Тегераном и если последний поднимет вопрос, то какой смысл в этот проект бабки вложить? Видимо, они рассчитывают, что у Пекина хорошее отношение с Тегераном и если последний поднимет вопрос, то с Тегеран варианты его решения могут появиться. Видимо, на это и рассчитывает армянская страна. Сама по себе Армения не нужна азиатскому дракону, а тем более в качестве звена крупных проектов. Просто хотелось бы напомнить, что намерение начать прокладку железной дороги Иран-Армения Серж Саркисян еще в 2008 году 2 октября заявил, что в ряду прочих своих неосуществившихся мегапроектов он начнет прокладку железной дороги Иран-Армения. В том же 2008 году Армения передала свои железные дороги РЖД то есть российские железные дороги в концессию на 30 лет. И тогда же глава экс-глава скажем так Якунин заявил, что армян-иранская железная дорога для них путь ведущий в никуда. Тупик. Кстати, в среду недавно стало известно, что брат Сержа Саркисяна Ливон объявлен в розыск. Я об этом говорил, в связи с делом о злоупотреблениях допущенных именно вот здесь в процессе строительства дороги Север-Юг. Колоссальную сумму денег сожрел. В данном случае речь идет об автомобильной магистрали, которую в Армении все же начали строить, но за много лет был проложен лишь незначительный участок, при том, что потрачены миллионы. В результате крупномасштабных следственных и процессуальных действий, помимо прочего, были получены данные о случае отмывания денег подрядчиками и субподрядчиками, коим является этот динозавр, Сергей Кабрат, впоследствии в которой денежные средства, образовавшиеся в результате предшествующих преступлений, легализировались. Вывезли в офшоры, легализировали, там, я не знаю, еще что. Так что Еревану лучше пока бы разобраться с уже имеющимися проблемами, чем создавать на свою попу новые проблемы. Вот так вот, ребята. Ну ладно, опять 32 минуты. Как не хочу короткие ролики делать не получается. Ну ладно, ребята, удачного дня всем.